Здравствуйте! Приветствую вас на канале Про Цветок. Сегодня мы поговорим о сладком перце, о тех ошибках, которые допускают наши огородники выращивая рассаду этой культуры. Потому что сладкие перцы, конечно, прижились хорошо в наших огородах, уже никого не удивишь блюдами сладкого перца, закатками сладкого перца. Это все присутствует, это все любится нами белорусами. Но есть ошибки, которые не всегда позволяют тем, кто выращивает сладкие перцы, получать хороший урожай. Давайте будем разбираться, какие ошибки допускаются при выращивании рассады сладкого перца. Ну, начинаем с основы. Начинаем с основы какой? Первое, что мы перцы сеем в емкости. Емкости бывают различные. Вот передо мной на столе стоят различные емкости и торфяные таблеточки лежат, вот и земля есть. Но самый главный принцип для сладких перцев в том, что эта культура, в отличие от тех же помидор или томатов, как вам нравится, развивается гораздо слабее. Их корневая система не растет так быстро. Поэтому для сладких перцев глубина вот этой именно емкости должна быть где-то 5-7 сантиметров. Вот такие емкости или вот такие емкости, они и подойдут до сладких перцев. Конечно, сладкие перцы у них зайдут, вопросов нету, но они землю не будут осваивать, земля будет закисать и потом наши перцы будут просто-напросто чахнуть. И вот многие потом удивляются. И землю плодородную засыпали, хорошую. И перцы взошли прекрасно. Но после этого перцы пропадают. Никакие подкормки уже не помогают. Они сидят на одном месте. А вся причина в том, что наш почвогрунт начал закисать, пока корни перца начнут его осваивать. А посадили в маленьких емкостях, они будут развиваться прекрасно. Конечно, очень хороший вариант это кассеты. Потому что кассеты как раз все глубина, где-то 5-7 сантиметров, это оптимальная глубина для наших перцев. Большие стаканы тоже, это тоже большая ошибка. Емкости для перцев надо поменьше. Должно также пойдут только маленькие стаканчики наших перцев. Для того, чтобы быть гарантированно с всходами перца, потому что перцы не все зайдут, у нас и в кассете, и в стаканах мы высеваем по две штуки семян. Вот это запоминаем. Следующее, что еще надо помнить о сладких перцах, что если помидоры мы можем калибровать, наши сладкие перцы мы не калибруем. Почему? Даже опуская их в воду, мы заметим, что большая часть семян просто-напросто всплывет, всплывет на поверхность, и они плавают. Значит мы практически не будем иметь, как бы, ну, семян не будем иметь для посева. Утонет очень малое количество семян. Поэтому сладкие перцы мы не сортируем по удельному весу. Мы высеваем перцы, как есть. Ну, соответственно, по подготовке семян к посеву. Подготовка семян к посеву в сладких перцах заключается в замачивании. Ну, некоторые берут еще сладкие перцы, подвергают закаливанию. Я бы не советовал этого делать. Потому что, особенно если вы купили семена какую-то редкую сорту перца, где там 5-7 семян, вы подвергли закаливанию. Скорее всего, что все семена у вас погибнут и вы будете иметь только красивую картинку. Такими вопросами, как закаливание, повышение хладостойкости перцев можно заниматься, если у вас достаточное количество семян. То есть вы собираетесь сами или просто у вас там много семян, вы можете пожертвовать счастью семенами. Потому что с перцами это чаще всего и происходит. При закаливании они просто-напросто загнивают, погибают и не всходят. Обращайте внимание. Далее, семена перца. Значит, можно, конечно, подготавливать. Есть различные способы и обработок и всего. Ну, самый простой способ, что я вам посоветую. Если вы видели на семенах перца, есть клювик. Есть такой маленький клювик. Так вот, достаточно маникюрными ножничками срезать клювик. Вода начнет беспрепятственно поступать к зародышу семени, семена быстро набухнут и, соответственно, быстро будут сходить. Ну, далее, грунты. Какие грунты мы готовим для нашего перца? Ну, перец, даже в отличие от близкого родственника томата, он имеет, как кажется в самом начале, менее развитую корневую систему. А раз корневая система менее развита, значит, портфа должна быть рыхлая. Поэтому для сладкого перца желательно использовать верховой торф. Можно, конечно, использовать торфяные таблетки. Можно использовать кокосовое волокно. То есть, материалы, которые как бы дышащие. Воздуходышащий материал. И в эти материалы мы еще будем добавлять, опять же, воздуходышащий материал перлит. Добавляем перлит. Но по перлиту сразу же оговорюсь, что материал как бы может раздражать слизистые наши оболочки. Можем чхать. Поэтому сразу перед тем, как добавлять перлит в наши почвенные смеси, этот перлит необходимо увлажнить. Увлажнить, пролить водичкой, побрызгать с поливизатором для того, чтобы он не пылил. И после этого смело добавляемся в почвенные смеси в объеме от 10 до 30 процентов по объему. По объему почвенную смесь добавляем перлита. То есть, что почва была очень рыхлая. Рыхлая почва – это залог того, что ваши перцы очень хорошо зайдут. Ну, замачиваем перцы обычно на 12 часов и меняем воду один раз. Через 6 часов воду поменяем. Вода должна быть теплая. Для того, чтобы наши перцы зашли, вода должна иметь температуру не менее плюс 25 градусов. В холодной воде ваши перцы будут напухать очень медленно и процесс это займет очень много времени до того, что ваши семена надо просто-напросто сгонить в воде. Дальше определяется сроками сева. Как бы у многих есть свои технологии по перцам, но знайте, что перцы бывают конусовидные и кубовидные. Так вот, конусовидные сорта перца дают первый урожай на 110 день после всходов. А вот такие красавцы, как кубовидные, желтые, красные, оранжевые, они красивые, конечно, но у них первый урожай, первые плоды появляются на 150 и позже день. То есть 5 месяцев проходит в этих перцах от посева до начала плодоношения. Это только начало. А для того, чтобы гарантированно иметь урожай, эти перцы надо высевать в феврале месяце. Начало, середина февраля лучшее время для посева кубовидных перцев. Дальше. По грунтах мы сказали, что грунты невозможно легкие. Если вы используете тяжелую землю или землю своего огорода, это уже ошибка. Почему ошибка? Потому что в этой земля тяжелая и перцы будут плохо сходить. Ну и по почвогрунтам опять же такие требования. Они должны быть не только рыхлыми. Перец любит щелочные почвы. То есть pH почвы должно быть где-то 6,2 до 7. Даже до 7. Поэтому почву мы обязательно будем известковать. С чем мы можем известковать почву? Конечно, может пойти долонитовая мука. Но самое простое и доступное средство это зола. На ведро нашего почвогрунта мы добавляем 1 стакан 200 граммов золы. Далее по перцам. Ранние посевы. Что предполагают? Что рано сев, значит день короткий. Световой день короткий. Поэтому перцы ранних посев обязательно необходимо досветчивать. Досветчим как лампами дневного света, так и фитолампами. Досветчим. Это позволит нам получить крепкую рассаду. Ну и как я уже может повторить, это уже говорил. Значит до появления третьего настоящего листа перцы мы не подкармливаем. Они растут как бы за счет собственных резервов. После этого, значит можно пересадить. Но пересадить перцы. Есть они у нас в кассете. Проблем нет. Мы сеяли маленькие кассеты. Мы можем просто достать из кассеты наш сеянник и посадить в другую, более крупную кассету. Но иногда получается необходимость, что там растет по 2 перца. Где-то мы сеяли 3 семени, 3 взошло. Значит их можно распекировать. Но знайте, что пикировка перца задерживает развитие рассады где-то на 2-3 недели. То есть ваши перцы будут оставаться в развитии. Не забывайте этот момент. Потому что сеют вроде правильно, потом распекировали, а потом результата не получают. Ошибкой будет не учитывать то, что перцы задерживают в своем развитии как бы за то, что прошла пикировка. Если вы сейчас сложите, что рассада должна быть 60-70 дней перца, плюс пикировка 3 недели, плюс 20 дней еще. Соответственно, смотрите, когда начало подоношения проходит у перцев конусовидных, когда у кубовидных. Математически это несложно посчитать, когда вам делать посевы перцев для вашей зоны. В наших условиях, и чтобы повторять, в Беларуси мы севаем перцы в начало середины февраля месяца. В марте уже перцы сеять поздно. Они вырастут, потом они дадут хорошее как бы цветов много, бутонов много, но погода холодная и урожая мы уже не получаем. Поэтому наш труд потом идет на смарку. Поэтому помните об этом эффекте. Ну и, соответственно, по досвечиванию перцев. Мы их досвечиваем, перцы, значит, в течение недели. В течение недели мы досвечиваем непрерывно. После этого перца мы уже можем досвечивать 13 часов в день. С этого день составит 13 часов для перцев. И еще обращаю внимание на такой нюанс. Все мы, огородники, как бы покупаем разные сорта перцев. И будет очень большой ошибкой, если мы в своей емкости не будем ставить этикетки. Это могут быть как стандартные этикетки, это могут быть и свои самодельные этикетки. Главное зафиксировать на этих этикетках, какая культура у вас посеяна и какой сорт. Если вы это не сделаете, у вас все потом перемешается и у вас получится просто киш-миш. Вы не будете знать, что у вас где растет. То ли сладкий, то ли угоркий перец. Потому что будет большой ошибкой, если сладкие горькие перцы будут расти рядом. Вы не получите хорошие, урожай это будет хороший. Но все сладкие перцы превратятся в горькие. И уже они будут идти только на переработку. В свежем виде они будут как бы уже не очень вкусные. Как бы мы многие смотрим на пакетиках, на перцы, на размер плода. Но мы не смотрим на то, какая величина растения. Перцы, а ведь перцы есть низкорослые, то есть растения высотой 30-40 см. Есть среднерослые, в параметрах 70-80 см. А есть перцы высокорослые, 110-150 см. Ну, значит, замечу сразу, что перцы низкорослые и среднерослые годятся для выращивания в открытом грунте. А вот высокорослые перцы желательно выращивать только в закрещенном грунте. Потому что это говорит о том, что эти сорта будут позднее спелые. Ну и многие огородники просто не знают о таком приеме. Для того, чтобы ускорить получение урожая на 10 дней, после седьмого листа мы перцы прищипываем. Что это дает? Прищипка перца, верхушки перца, значит, стимулирует пробуждение боковых почек. Боковые почки пробуждаются, начинают разветвляться. В разветвлениях появляются цветки. Соответственно, мы получаем раньше плоды перца. И в более благоприятных климатических условиях, ну, еще тепло, влажно, это самое вот. И наш урожай, соответственно, увеличивается. Поэтому знайте, что есть такой прием, как прищипка перца. И если вы не делаете такого приема, это будет тоже вашей ошибкой. Учтите все эти ошибки при выращивании рассады перца. И они будут радовать вас хорошим урожаем. А большой ассортимент семян перца вы можете выбрать в магазине «Про цветок» по адресу улица Кирова, дом 3, городе Минске. Там можно найти перцы на любой вкус, цвет и аромат. Удачи вам! До свидания!